На часах 13.05 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Токузлеева. В гостях у меня сегодня депутат городской думы Алексей Кузьмин. Алексей, добрый день. Добрый день. Вы можете следить, слушатель, за онлайн-трансляцией эфира на 101.0. Также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Если у вас есть вопросы для гостя, можете отправить их на смс на номер смс 8909 720 101.0. И также через форму анонсов на сайте eho.kirova.ru. А мы начнем, наверное, с назначения временно исполняющего обязанности губернатора. Как-то обсуждали это в Гордуме, кто-то удивился, вообще общались с коллегами по этому поводу, кто что говорит? С коллегами-депутатами мы общаемся в рамках нашей фракции «Справедливая Россия» ежедневно и обсуждаем самые разные вопросы. Естественно, этот вопрос мы обсудили. Скажем так, у нашей партии, у нашей фракции и коллег-депутатов в Городской думе позиция в принципе совпадает. Что так как и наша партия, и мои коллеги, и я как гражданин Кировской области, я патриот своего региона, и мы недовольны были тем, что в Кировской области существовал какой-то промежуток времени политический кризис. В чем он говорил? Как максимум мы надеемся конструктивной работы нового руководителя и надеемся, что его опыт, его федеральный статусный уровень поможет Кировской области разобраться не только с политическими проблемами, но прежде всего с экономическими и финансовыми проблемами, коих у нас предостаточно. И мы считаем, что наша партия и мы как депутаты Городской думы, депутаты областного ЗАГС собрания будут во многом способствовать и помогать действующему губернатору в решении важных экономических и финансовых проблем нашего региона. Естественно, эта работа должна вестись активно, эффективно и, прежде всего, системно. Мы видим в Васильеве, прежде всего, системного человека и надеемся, что он все-таки действительно принесет пользу нашему региону. К слову о системе, а насколько новому человеку, тот, кто пришел даже не из региона, а со стороны, удастся вклиниться в эту систему или ему придется какую-то систему отстраивать с ноля? Любому новому человеку на новом месте работы приходится тяжело. Необходимо дать какое-то время и человеку, и, возможно, определенной команде этого человека, чтобы освоиться в нашем регионе, изучить социально-экономическую проблематику, для чего Новый Врио уже собирал всех своих заместителей и членов правительства, для того, чтобы как раз выявить специфику, оценить проблемы, оценить возможные предложения, которые есть у действующего правительства. И, мне кажется, надо дать время для раскачки, для вливания, и мы посмотрим, какой будет результат работы к концу этого года. Конец этого года будет очень важный, потому что на носу выборы, после выборов будет, возможно, какая-то новая формация политической и экономической жизни региона, может быть, и страны в целом. Поэтому надо оценить результаты работы этого правительства в конце этого года. И мы считаем, еще раз повторюсь, что мы готовы оказать всю необходимую помощь, содействие, согласование, поддержку и так далее новому Врио-губернатору. К слову о содействии, возможно, с руководством партии уже как-то связывались. Васильев намерен вообще выстраивать какие-то отношения с оппозиционными силами региона? Я думаю, любой действующий или в Рио-губернатор обязан выстраивать конструктивный диалог с любыми политическими силами в своем регионе. Это нормальная демократическая практика, когда преимущество не отдается одной политической силе, а выстраивается конструктивный диалог. Мы считаем, что господин Васильев пойдет по этому же пути, по цивилизованному, демократическому пути и не будет отдавать предпочтение какой-либо одной партии или одной политической силе или, еще хуже, одной политической элите. И будет разговаривать и вести конструктивный диалог со всеми. Причем я знаю, что абсолютно у любой политической силы в регионе есть свои хорошие, грамотные, конструктивные предложения. У нашей партии, у Справедливой России, у других партий есть свои предложения, и я считаю, что действующий руководитель должен как минимум прислушаться к этим предложениям, как максимум взять их в обиход, взять их в работу. По поводу назначения, сейчас тоже, назовем это так, в околополитической тусовке мнения разделились. А по поводу того, что, то есть одни считают, что Васильев сюда назначен для того, чтобы в будущем занять пост непосредственно главы региона, другие считают, что вот он придет ровно на этот отрезок, который требуется до выборов губернатора, и он начнет подтягивать какую-то персону именно до уровня главы региона. Вот на ваш взгляд, он тот человек, которого мы будем видеть и дальше, или все-таки это временный человек, который сейчас здесь утрясет какие-то проблемы, решит задачи и уедет? Вы знаете, я скажу свое личное мнение относительно того, в какой роли возможен приход этого нового руководителя. Мне кажется, здесь он как антикризисный управляющий. Область находится в кризисном состоянии. Я еще раз повторю, что кризис политический был, кризис экономический, кризис финансовый, потому что если заглянуть в бюджеты всех уровней, что областной, что бюджет города Кирова, что бюджеты районных центров, то везде какие-то проблемы, везде пустоты, во многих бюджетах даже дыры. И поэтому, прежде всего, господин Васильев должен сработать как антикризисный управляющий, то есть вывести проблематику субъекта на иной уровень решения вопросов, в том числе, и еще раз повторюсь, у человека прекрасный выход на федеральные структуры, федеральные ведомства. Поэтому, мне кажется, все-таки его позиция должна быть антикризисной. Второе мое мнение относительно этого назначения – это все-таки предложение кировским политическим, экономическим элитам перестать гадать на кофейной гуще, оценивать, насколько пришел человек на месяц, на два, на год, на губернаторский срок, на пять лет. Мы будем это наблюдать и это видеть в течение этого года. И мы уже в течение этого года поймем по поступкам и действиям областного правительства, все-таки это человек временный или это человек надолго и постоянный. И будет ли его взлетная площадка Кировская область, или все-таки человек надолго здесь закрепится и будет эффективно руководить регионом. Мне кажется, не надо гадать на кофейной гуще, цыплят по осени считают, поживем – увидим. А городская власть сейчас может рассчитывать на то, что будет тоже какая-то конструктивная взаимосвязь между региональными и городскими властями? Потому что все равно при Никите было некоторое разделение, то есть чем-то занимались городские власти, чем-то областные. Сейчас будет ли время у Васильева погружаться конкретно в проблемы непосредственно города Кирова? Или все же это будут больше какие-то широкие задачи в плане развития промышленности, привлечения инвестиций, борьба с дефицитом бюджета и так далее? На Киров уже времени не останется. Много времени. Время, конечно, какое-то останется. Мне кажется, да. Нельзя так сказать, что на Киров время не останется, потому что Киров… Я имею в виду, чтобы заниматься какими-то точечными проектами, а-ля приведение архитектурного облика в порядок, еще что-то. Я понял. Ну, в этой ситуации мое мнение такое, что Киров – это столица Кировской области. Здесь проживает полмиллиона человек. Это больше, чем одна треть всей Кировской области. Поэтому не обращать внимания на проблемы города Кирова будет со стороны областной власти, мягко говоря, непрактичным и непродуманным шагом. Поэтому, мне кажется, естественно, новый губернатор будет пристальное внимание уделять проблемам нашего города и вместе с городской властью пытаться решать эти проблемы. В принципе, нельзя говорить о том, что предыдущее правительство тесно не сотрудничало с городской администрацией. Естественно, есть и совместные инициативы, и много вопросов решалось совместно. Но, как мне кажется, эту работу надо больше актуализировать и больше активизировать. Ну, просто по поводу связи областной и городской власти, то есть не секрет, что все равно ушло определенное количество лет на то, чтобы эти мостики выстроились, потому что все равно вначале некие конфликты были. То есть вот здесь вот их насколько быстро удастся решить, и будут ли они вообще, или будем работать по отлаженной схеме, которая уже есть? У меня такое впечатление и такое ощущение, что с человеком подобного уровня, как у действующего в Рио губернатора, конфликтовать-то не стоит. И городской администрации, городской власти, естественно, мягко говоря, не стоит ввязываться в конфликтные какие-то ситуации, поэтому, безусловно, нужен только конструктивный диалог, только обозначение городских проблематик, и самое главное, что решение вопросов, в том числе на областном уровне, мне кажется, что очень много вопросов, связанных с Кировом, можно решить на уровне областного ЗАГС собрания, и в том числе и поэтому я баллотируюсь в областное ЗАГС собрание, чтобы помогать решать городские проблемы. И мне кажется, что в этом ключе надо развиваться и действующая городская власть, поэтому, мне кажется, никто конфликтовать точно в ближайшее время, никто ни с кем не станет. Но это мое убеждение, надеюсь, что так оно и будет. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв, после продолжим. Особое мнение в эфире мы продолжаем. Дарья Токузлеева, мой гость у депутата городской думы Алексей Кузьмин. Как считаете, начали мы говорить о временно исполняющем обязанности губернатора области Игоря Васильева, как считаете, пойдет ли он в сеть, так же, как Никита Юрьевич, будет ли в Твиттере отвечать на вопросы журналистов и всех остальных страждущих в посты в Фейсбуке, ну то есть будет ли он публичным человеком? Вы знаете, это может быть даже личное дело каждого руководителя, каждого губернатора, но есть определенная специфика общения с, скажем так, с подчиненными. В данном случае, мне кажется, что человек уровня Игоря Васильева сам вести Твиттер и Фейсбуки, и Контакты при всем его желании не сможет и не захочет. Вопрос в том, что давайте не будем загадывать, мы еще не оценили степень взаимодействия с гражданским обществом, действующего руководителя, и поэтому оценивать, как он будет коммуницировать с жителями Кирилловской области, ну пока, я думаю, не стоит рановато. Что касается эффективности такого общения, то я считаю, что, безусловно, в современном мире, в 21 веке, когда обмены информацией происходят очень быстро и очень часто, вот это присутствие руководителей всех уровней в социальных средах, в социальных сетях, в интернет-среде, мне кажется, очень полезным и эффективным, потому что многие вопросы решаются гораздо оперативнее, нежели бумажный запрос и ответ в течение 30 дней на бланке областного правительства. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы руководитель коммуницировал с жителями региона, но, еще раз повторюсь, не будем загадывать, посмотрим, как он будет руководить нашим областям, как он коммуницирует с гражданским обществом. Ну, тем не менее, да, потому что я там со стороны журналист тоже, было очень удобно, когда ты Никите Юрьевичу задаешь в Твиттере вопрос, он там в течение какого-то короткого времени на него тут же отвечает, минуя пресс-центры, официальные запросы и тому подобное, поэтому здесь бы такой формат работы, ну, по крайней мере, я думаю, журналистам бы очень подошел, ну, и людям, кто задает какие-то вопросы. Никита Билых, между тем, готовит рекомендации для Игоря Васильева по словам адвоката, он, процитирую, переживает о том, что будет, как будет новый губернатор в сложном районе работать. Вот вы бы на какие моменты посоветовали обратить Васильеву внимание, то есть какие-то болевые точки, которые, возможно, с первого взгляда незаметны и придется провести много времени, чтобы вникнуть, а тут вот дельный совет, пожалуйста, вот. Ну, эти болевые точки сам обозначил Игорь Васильев в своем выступлении, он заявил о том, что акцент в своей работе он будет делать на работу в сфере здравоохранения и в строительстве и ремонте дорог. Естественно, это болевые точки нашего региона, все мы знаем, какие средства тратятся на эти две строки бюджета, что здравоохранение, что дорожное строительство, поэтому этим позициям надо уделять особое внимание. Прежде всего, это контроль над реализацией тех проектов и программ, которые заложены в эти строки бюджета. Но, безусловно, есть много проблем, которые рядовому обывателю не совсем видны. Это все, что связано с финансовыми вопросами, касающимися бюджета, расходов органов самоуправления и так далее. Очень много проблем, очень много пустот и дыр. И последние выводы контрольной счетной палаты Кировской области говорят нам о том, что многие миллионы и даже в каких-то строках и программах миллиарды рублей бюджетных используются либо неэффективно, либо малоэффективно. И поэтому надо особое внимание уделять эффективности использования бюджетных средств, а так как Игорь Васильев пришел из среды, в том числе финансовых аудиторов... Там, где как раз проверяли эффективность... Там, где проверяли, да, как раз эффективность этих бюджетных средств. Поэтому, мне кажется, работа в этом направлении только усилится, и это должно пойти во благо региона. Просто вот темы, о которых мы, и Васильев, и вы говорили, то есть здравоохранение, ремонт и строительство дорог, то есть, на мой взгляд, это... Да, это проблемно, но это несколько широко. Вот здравоохранение. На мой взгляд, в Кировской области здравоохранение, ну, где-то вот внизу совсем еще. Потому что я вспоминаю, как я возвращалась из Чебоксар, микроавтобус, и ехали люди из нескольких регионов, и вот уже где-то вот там на третьем, на четвертом часу поездки завязался разговор, кто-то упомянул Кировскую больницу, и весь автобус наперебой. Люди из Яшкарлы, люди из Чебоксара, из Башкортостана девушка была. Все начали говорить, а, да, мы слышали там про вашу кировскую медицину, ничего хорошего они не слышали. То есть вот здесь надо понимать, есть какое-то общее здравоохранение, есть какие-то конкретные проблемы, которые нужно решить здесь и сейчас. Вот это что в здравоохранении нужно решить, прям вот, горит. Ну, если честно, не совсем моя тема, касающаяся здравоохранения. Ну, на ваш взгляд, как пациента. На мой взгляд, как пациента, проблемы есть не с качеством услуг, которые оказывают доктора, и не с качеством операций, которые проводятся в областных больницах. Проблемы есть, скажем так, вызванные каким-то оргвопросами, в том числе регистратура, хозяйственная бытовая часть, содержание больниц и поликлиник, наличие койка мест и так далее, и так далее. То есть эти все вопросы требуют технически сложных, несложных, но как минимум дорогостоящих вариантов решений. Поэтому областной действующей власти придется эти все проблемы решать и дальше. Что касается уж такого, как вы описали, наихудшего состояния системы здравоохранения Кировской области, я бы так не сказал. Не то чтобы наихудшего, но какого-то ощутимого развития тоже не наблюдается. Ну, я со стороны, как пациент, вижу и улучшение условий содержания, и многочисленные ремонты в помещениях и в стационарах. Я наблюдаю за тем, как изменяется автопарк, как меняются системы отношений, когда автопарки сначала были при скорых помощях, станциях сейчас на арендные условия выходят, все-таки машины уже современные, уже с полным оборудованием и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, проблем много, но сказать, что мы находимся ниже Плинтуса, система здравоохранения, на таком низком уровне, я бы не сказал. И поэтому новой власти придется эти все проблемы и вопросы решать. Что касается дорожного строительства, то вот как раз здесь-то, вот как раз здесь, мы находимся ниже Плинтуса, потому что качество дорог, даже которые выигрываются по тендерам, по контрактам, которые укладываются кировскими или областными подрядчиками, ну, если, на мой взгляд, оно не выдерживает никакой критики. Ну, потому что, ну, столько замечаний, столько каких-то ляпов и косяков, то асфальт некачественный, то щебень некачественный, то битум не той марки, то еще что-то. И вот эти все отрицательные моменты сказываются на нас, на всех кировчанах, которые ежедневно ездят по этим дорогам. Ну, тут вот с дорогами, мне кажется, это проблема не столько Киевской области, сколько в целом страны, и тут эти вопросы решать в отдельно взятом регионе. Не знаю, если, конечно, у Игоря Васильева получится это, решить проблему с качеством покрытия, которое, как многие, по крайней мере, эксперты, те, кто что-то в дорожном строительстве понимают, вообще говорят, что, в принципе, тут асфальт использовать не надо, есть другие материалы, которые здесь нужно использовать. Поэтому тут уж... То есть, по поводу дорожного строительства, все-таки здесь нужна системная работа, здесь надо пересматривать систему одних больших монолитных торгов. Мое предложение и я, и мои коллеги озвучивали его неоднократно, что торги должны быть разбиты, чтобы привлечь как можно большее количество подрядчиков, чтобы подрядчик был заинтересован в покупке новой дорожной техники и так далее. У нас сегодня система выстроена десятилетиями и складывается изо дня в день, что разыгрывается один большой лот, выигрывает одна и та же компания, нанимает 19 субподрядчиков, в итоге деньги из бюджета перетекают через какие-то прокладки, через каких-то подрядчиков и так далее. Надо изначально вот эту систему разбить на несколько лотов, несколько торгов. Тогда каждый подрядчик будет ответственен за свой фронт работ, за свой квартал, за свою улицу, за свой город, за свой район и так далее. Это что касается дорожного строительства. Что касается замечаний в расходовании бюджетных средств на дорожную отрасль, то здесь вопросов пруд-пруди. Мне кажется, что крайне малоэффективно используется дорожный фонд Кировской области, который пополняется за счет наших с вами штрафов, транспортных налогов, акцизов, части акцизов на бензин и так далее. Но мне кажется, что эти деньги используются либо малоэффективно, либо употребляются в другие программы, не связанные с дорожным строительством. Вот эти примеры есть, и об этом надо говорить, и действующей власти на это надо обратить пристальное внимание. — Перейдем тогда непосредственно к городским проблемам. Муниципальная, платная муниципальная парковка. Недавно в эфире чиновник... Кто же у нас это заявил? Наверное, руководитель управления диспетчерской службы, скорее всего, Рыболовлев об этом говорил, что штраф за неоплаченную муниципальную парковку предлагают сделать в районе 2,5 тысяч рублей. Насколько я понимаю, вышли уже, наверное, на законодательное собрание с тем, чтобы внести изменения в кодекс об административных правонарушениях, потому что сейчас полномочий штрафовать за это нет. Вот на ваш взгляд, такая сумма штрафа приемлема, учитывая то, какие суммы штрафов за другие нарушения у нас в стране существуют? Вы знаете, моя позиция относительно платных парковок не изменилась. Она заключается в следующем, что мы пошли, как у нас обычно принято, не с той стороны. Мы заходим не с той стороны. Вот платные парковки во всех цивилизованных городах вводят тогда, когда выполнены предыдущие пункты борьбы с пробками в центре города. Что касается вот этих пунктов, я их могу назвать. Первое, это надо привести дорожное полотно города Кирова, как минимум, в хоть какое-то приемлемое состояние. На сегодняшний день я только совсем новые отремонтированные участки дорог могу назвать ГОСТовскими. Все остальные, ну, никакому ГОСТу они не подбираются ближе. Значит, это первое. Второе, необходимо систематизировать и четко наладить систему муниципального, или, неважно, не муниципального, а, может быть, частного, общественного транспорта. На сегодняшний день те, чадящие дизельными выхлопами пазики, некомфортные, неудобные и неэффективные, которые заполонили наш город, они не смогут справиться с тем желаемым потоком пассажиров, которые городская власть пытается пересадить на общественный транспорт. Это второе. В-третьих, необходимо улучшить систему парковочных карманов на наших областных дорогах. То есть у нас на сегодняшний день автомобиль действительно некуда припарковать. И как ни води платные парковки, какие-то специальные парковки, люди будут бросать автомобиль там, где хоть как-то дорога это позволяет. Но если создавать карманы, специальные остановочные пункты, временные стоянки и так далее, то эту проблему можно решить. Но эти карманы и остановочные пункты, и парковки, и карманы временной стоянки должны носить бесплатный характер. А мы заходим с другой стороны. Мы вводим платную парковку. Человек не может у какого-то публичного центрального учреждения города Кирова оставить свой автомобиль бесплатно, он вынужден бросать свой автомобиль во дворе или, не дай бог, на газоне. И жители города Кирова будут получать обратный эффект, когда столкнутся с массовым наплывом автомобилей в свои дворы. Ну, тут знаете в чем... В принципе, да, я там согласна со всеми пунктами, но опросы тут недавно у нас тоже в рамках дневного разворота проводили на сайте, и большинство людей в принципе против платных парковок. И я не уверена, что если выполнить все перечисленные вами пункты, люди вдруг скажут, ну вот, ладно, вы все это сделали, выполнили, дороги хорошие, пазиков больше нет, есть где припарковаться бесплатно, теперь я готов платить за платную парковку. Мне кажется, это фантастика. Люди как не хотели платить, потому что у нас в головах все равно есть какое-то, я купил машину, значит к ней прилагается где-то бесплатное место в городе, но оно не прилагается. Вот понимаете, у нас в головах еще и другая мысль, почему я должен платить за платную парковку, когда подъезжаю к этой парковке и оставляю всю подвеску своего автомобиля. Ну тут сложно, да, с этим спорить, конечно. Ну сложно с этим спорить. У меня, как у рядового горожанина, всплывает абсолютно точно такой же вопрос, почему я должен платить за эту парковку, если я до нее даже доехать толком не могу, потому что дороги находятся в ужасном состоянии, и те несколько дорог, которые сделаны на федеральные и областные деньги, и на совсем маленький-маленький кусочек городских денег, они не справятся с той задачей, которую ставит перед собой городская власть, побороться с пробками в центральной части города. Ну вот эти несколько отремонтированных улиц, они не спасут от этой ситуации. Необходима комплексная системная программа. Где-то надо расширить улицу, где-то надо создать перевалочный парковочный карман, где-то улучшить систему автобусного и троллейбусного маршрута и так далее, и так далее. Вы посмотрите, у нас общественный транспорт находится в каком состоянии. Троллейбусный парк не обновлялся уже непонятно с какого года. Само троллейбусное предприятие находится в полумертвом, каком-то предбанкротном состоянии. И те пазики, вот эти чадящие самые пазики, которые заполоднили весь город, они создают не просто деструктивную городскую среду, но они неэффективны, они вмещают мало пассажиров, они создают помехи даже на дорогах. Вот та система, та выстроенная система движения автобусных и троллейбусных маршрутов, она на сегодняшний день, как я убежден, она неэффективна. С ней надо разобраться. Поэтому городской власти после выборов, в том числе и в городскую думу, через год, в сентябре 2017 года, и действующей городской власти, нужно, опять же, пристальное внимание уделять вот этой городской проблеме. И она не решается только платными парковками. Почему за счет Кировчан мы должны решать какие-то общегородские проблемы, которые мы и так должны решать. Реклама у нас небольшая. Для тех, кто только подключился, в эфире особое мнение. Дарья Топузлеева. Общаемся мы сегодня с депутатом городской думы Алексеем Кузьминым. Городская дума акционировала центральный рынок. Для простого обывателя что это значит? То есть сейчас у нас предприятие начнет лучше работать, или город начнет получать какую-то прибыль с центрального рынка, ощутимую для городского бюджета? В этом вопросе, опять же, всплывает рука федерального центра. Федеральный центр... Сейчас уточню, город единственный пока акционер. Да. Федеральный центр обязует, скажем так, муниципалитеты, муниципальные предприятия переводить в другие формы собственности, вместо МУПов. Федерация просит переводить их либо в акционерное общество, либо в ООО. И этому решению подчиняется городская власть и предлагает проект акционирования МУП «Центральный рынок», где собственником на сегодняшний день, собственником 100% акции станет муниципальное образование города Кирова. Но этот проект, скажем так, не носит спонтанный характер, он будет реализовываться не меньше года, поэтому пока сейчас говорить о немедленной эффективности этого решения, а опять же преждевременно, но мне кажется, вообще в принципе с центральным рынком надо что-то делать. То состояние вещей, которое здесь на сегодняшний день присутствует, надо как-то менять, надо улучшать, поэтому любые предложения рассматриваются и городской властью, в принципе, и рабочая группа специально для этого была создана из представителей городской администрации, депутатов городской думы, общественных активистов, опять же. И на этой рабочей группе было принято решение об акционировании. Что будет происходить дальше? Ну, мне кажется, расклад очевиден. Часть акций будет приватизирована, продана. Какому инвестору? Непонятно. И уже вместе с этим инвестором, новым будущим инвестором, будет уже проходить либо капитальный ремонт, либо модернизация, либо какие-то, в любом случае, капитальные строительные работы должны осуществляться на этом рынке, потому что то состояние вещей, состояние дел, которое присутствует сегодня, оно не выдерживает никакой критики, абсолютный балаган, абсолютно бесконтрольная практически торговля, и проблем там достаточно много, их как-то надо решить. Ну, то есть, вот я просто там не сильна в этих юридических формах собственности. То есть, сейчас суть состоит в том, что мы начнем приватизировать эти акции и привлекать каких-то инвесторов. То есть, за счет чего, как вот так это акционирование рынка улучшит его работу, вот прям вот конкретно, то есть, что начнет происходить? Значит, в этой ситуации есть два вопроса. Первый вопрос, что это произойдет только в лучшем случае через год, и будет город продавать эти акции или оставить все 100% акции у себя, будет решать только Кировская городская дума через год. Просто если все акции останутся у города, что изменится? Да, в принципе, ничего не изменится. Единственное, что через год, может быть, городская дума, городская власть попробует предложить некую программу развития, и под эту программу развития попытается предложить и бюджетное финансирование. Это если не продавать акции какому-то другому инвестору, а если привлекать какого-то другого инвестора, не знаю, на каких процентах, кто как согласится. И, кстати, задача поиска нового инвестора будет возложена на новое руководство центрального рынка, ну, то есть на руководство уже акционерного общества, центрального рынка. И уже после этого можно будет говорить о том, чтобы какими-то совместными усилиями городской казны и инвестора совместными усилиями что-то там строить, какие-то крыши возводить, павильоны возводить и так далее, чтобы создавать комфортные, нормальные условия для цивилизованной торговли. А вопрос, насколько я помню, на городе Думы поднимался о том, чтобы акционировать и другие предприятия. Это сейчас планируют делать как? После того, как уже будет доказана эффективность этой работы, например, центрального рынка, или просто вот, как сверху сказали, сейчас мы все мупы переводим в акционерное общество? То есть как работа эта будет вестись? Потому что все равно же все через городскую Думу будет продолжаться. Я думаю, в этой ситуации нужно эффективно использовать муниципальное имущество, в том числе эффективно реорганизовать муниципальное предприятие, либо в ООО общество, либо в акционерное общество. И мне кажется, эта работа не должна быть спонтанной и не должна быть одним списком. То есть не должно быть ни в коем случае такого, что принесли на заседание городской думы предложение городской администрации приватизировать все наши 16 или 18 мупов в акционерное общество. Это должна быть работа адресная. У нас мупов не так-то и много, поэтому эта работа должна быть адресная. Но моя позиция, опять же, остается неизменной. С мупами надо что-то делать. Это форма собственности, и действующее сегодня предприятие в Кирове, вот именно имеющее статус мупа, мне кажется, они малоэффективны, а многие даже неэффективны. Какие-то, мое предложение, что надо оценить, проанализировать, и какие-то нужно ликвидировать, какие-то объединять, какие-то реорганизовывать. И этот подход должен быть системным. Еще одна тема, которую мне хотелось бы успеть обсудить. В Кирове обновился перечень зеленых зон. Также его утвердили депутаты городской думы. Я не смотрела последние дни, но вот, по крайней мере, там неделю-полторы до этого найти этот перечень зеленых зон на сайте городской администрации. Возможно, он там и есть, но опять где-то очень хитро сложен. Нам не удавалось. То есть где-то он в печатном варианте был. Правда ли, что в него вошли только те объекты, которые принадлежат городу? Вот, например, парк у дворца пионеров, как находящийся в собственности области, в перечень этих зеленых зон не попал? Что касается поиска информации на сайте администрации, то вы не первые, кто отмечает, что найти на нем информацию бывает, мягко говоря, крайне тяжело и затруднительно. И многие пытаются действительно выцарапать какое-то постановление или решение. И невозможно бывает найти, потому что сайт устроен таким образом, что кручу-верчу, запутать хочу. Проанализируйте, например, информационный ресурс областного ЗАГС собрания и Кировской городской думы, областного правительства и Кировской городской администрации. Вы найдете разительные особенности, что в первом случае всегда можно найти и выцарапать абсолютно любой документ по любой тематике, очень удобная система поиска. Любой кировчанин имеет публичный доступ к любому документу практически. Там действительно почти все документы есть, любые решения, списки и так далее. Что касается информации о городской власти, то депутату-то иногда тяжело найти какую-то информацию, пока по десяти телефонам не позвонишь или не зайдешь в десять кабинетов, а уж не говоря о рядовом кировчанин. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратить внимание городских властей на публичность городской власти, чтобы активизировалась работа по качественному изменению городских сайтов. В том числе, потому что в современном веке живем, уже все в интернете находятся, даже пенсионеры. А что касается зеленых зон, то действительно в этот перечень вошли только городские, муниципальные зеленые зоны. Все правильно отметили, что парк у Дворца пионеров – это территория области, поэтому она в этот перечень не вошла. Почему? Потому что, мне кажется, это сугубо формальные законодательные аспекты. И, тем не менее, эти формальные законодательные аспекты почему-то никто не упомянул. И Владимир Васильевич Быков, глава города, представляет перечень зеленых зон, почему-то даже не оговорился, что, например, одного из крупнейших парков города в перечне этих зеленых зон нет. Возможно, да, это какая-то юридическая формальность, но, наверное, это стоило бы упомянуть. Согласен с вами, да. Потому что этот реестр подается как тот список зеленых зон, на которых невозможно будет вести капитальное строительство, проводить еще какие-то работы. И тут возникает резонный вопрос. А у тех, что не вошли, получается, там уже можно будет вести какую-то стройку или что? Ну, самое-то интересное, что этот список существует не впервые. И такой официоз в представлении этого списка, мне непонятно, этот список ведется и формируется всегда. Единственное, в чем заключается существенное отличие от предыдущих списков, это как раз якобы наложенное право вето на строительство, капитальное строительство. Но мне кажется, вы знаете, у нас в Кирове происходят такие вещи, когда землей, с парковой, не парковой, могут происходить чудеса, когда она может из одной зоны путем... Вдруг не стать парком. Вдруг не стать парком, переходят в другую зону, когда депутаты принимают определенные решения, может быть, не до конца убедившись, все-таки какое решение они принимают. Иногда списком депутаты Городской думы принимают какие-то решения, где не всегда могут заметить какие-то существенные изменения в зонах назначения земельных участков. Поэтому в нашем городе творятся чудеса, и этот список... Очень хотелось бы верить, что действительно этот список станет ветом на строительство в этих территориях. Но надо внимательно следить общественности, публичным людям, политикам за застройкой, за точечной застройкой, за строительством в зеленых и парковых зонах, что вот уже общественность своими действиями показывала. Например, перекресток Карла Маркса профсоюзное знаменитое противостояние. Опять же, у Дворца пионеров публичность правильно делает, и общественность правильно делает, что выступает со своими инициативами и пытается какие-то действия городских властей пресечь. И у Парка Победы я полностью поддерживаю ту идею, что его ни в коем случае застраивать нельзя. Поэтому вот за этим списком надо глаз да глаз. Чудеса у нас в Кирове происходят. Как только, я думаю, мы сможем найти его на сайте администрации, посоветуем всем за ним следить. Это было особое мнение Алексея Кузьмина, депутата городской думы. В студии работала Дарья Кузлеева. До встречи. Спасибо. До свидания.